приветствую товарищи с вами дядя никит сегодня с вами будет видеоролик интересненький который будет посвящен тому какую камеру лучше всего выбрать для игры fifa mobile 23 бета понятное дело чтобы это и сегодня вам расскажу какую камеру всего лучше всего выбрать для какого-то может быть матча присаживать удобнее приятного просмотра сегодня будет интересно дружище если ты хочешь скачать fifa mobile 23 не знаешь как это сделать что у тебя для этого нужно обязательно подпишись на мой телеграм-канал именно там там я оставил способ как скачать эту игру именно там я оставил ссылку на скачивание этой игры также а пока файл то есть там два способа обязательно обращать внимание на эти способы и скачивайте эту игру если ты хочешь успеть поиграть и заценить бета-тест бета-тест бета-режим но мы с вами начинаем и продолжаем роль конечно же на вкус и цветовое еще нет и это прекрасно понимаю но давайте сначала расскажу с какой камеры играю я пока как пока как раз я играю мать расскажу вам какую камеру играю я играю третьей камерой а вот видите то что этой камеры в целом видно практически все поле и видно ворот ну то есть как будет интересно удобно то есть интересный удобный ракурс ракурс интересен для того чтобы например играть забросами условно да то есть вы видите большую часть поля и в целом вам удобно создавать какие-то моменты там атаки вот этой камеры там первую камеру первая камера нужно принципе для того чтобы просто играть такой же как и те пусть это в целом одно и то же просто первая камера на больше динамично то есть такая она то есть этой камерой она такая же практически как и третье только это какая то больше приближенная чем 3 как будто она больше под наклон находится то есть вы видите так же хорошо видно оборота но при этом не совсем хорошо видно например что происходит на другой половине поля даже сейчас для камеры это вообще забейте я вообще не рекомендую никому ее использовать эта камера Наводит исключительно на мяч То есть куда катится мяч, сюда катится и камера То есть вы видите, да? Этой камере даже не видно эмблемы перед началом этого матча То есть настолько она очень сложная Эта камера, видимо, нужна только тем людям Которые играют здесь и сейчас То есть конкретно в этом участке поля Которые не играют с широкими длинными пасами Которые, знаете, только вот Видят фото, берегут за фото, дают там Холланду И вот сейчас даже попробую гол забить этой камерой Даже гол не до конца видно Но при этом идет такая интересная прокрутка То есть там есть разные интересные форматы То есть есть там телекамера, динамичная Там ТВ-камера с трибуны И вот эта, по-моему, телекамера Если брать непосредственно ФИФУ консольную Я не советую играть с этой камерой Она неудобная в использовании Да и в целом, кому интересно Видит только вот этот малюсенький кусок поля Если многие люди в ФИФИ Они играют с забросами и навесами Эта камера, про которую я вам и говорил Удобная, интересная Видно все практически поле То есть видно даже, что там То есть эта камера идеально подходит тем людям Которые играют широко флангами Вот видите, да То есть я сейчас даже переведу туда вот на фланг Вот я перевожу Потом я еще раз перевожу Даю вот так вот навес То есть видите, да То есть этой камерой шикарно играть Когда вы играете в широкий, большой, размашистый Такой, как вам сказать Снодаровский футбол При Викторе Гончаренко Если вот именно простыми языками говорить То есть видите, да, такая верная То есть можно и на этот фланг перевести И на этот фланг вернуть И туда еще заброс сделать И туда еще мяч скинуть То есть вот так вот, да Итак, четвертая камера Которую я вам еще не обозревал Это тоже интересная крутая камера В целом тоже советую ей играть Как и третьей В целом четвертой камерой Я тоже пытался играть в этой фифе В целом в этой фифе Я пытался только третьей, четвертой играть Потому что по мне это самая интересная камера Четвёртая она просто Более Тоже из-под угла, то есть она как будто Чуть-чуть пониже и чуть-чуть пошире Кажется как будто она такая Широкая, как будто рыбий глаз Но он такой больше Прямой такой, да, то есть не то что Третья, четвёртая она непосредственно Ниже, но при этом Она такая чуть-чуть приспущенная И кажется как будто она больше И охватывает ещё больше поля То есть это камеры в основном и играли Многие мобильные фиферы на звёздной мобильной битве Тот же Марко FIFA Который кстати занял по-моему Второе или третье место на звёздной мобильной битве Поэтому в целом выбирайте сами Ещё раз говорю на вкус от этого товарища нет Выбирайте сами в какой вам камеры удобнее всего играть Я лично говорю то что За себя предпочитаю играть третий Третий камеры удобнее Лично по мне, потому что я всю жизнь играл Динамичной камерой, кто играл в консольных Его меня прекрасно понимает И это в плюс-минус похоже на динамичную камеру Четвёртая камера ещё есть небольшой отлично Но при этом этой камерой видно ещё больше поля Чем третьей И она чуть-чуть приспущенная Возможно кому-то ещё удобнее четвёртой играть Не знаю, мне лично не очень удобно Кажется как будто футболисты вот тут Вот прям совсем рядом бегают И тоже не складывается Не совсем приятный рисунок игры Но в целом я думаю для записи видео Если вы мобильный фифер То вам больше всего и лучше всего подойдут Третья и четвёртая камера Потому что первая и вторая это вообще забейте Их лучше вообще как бы не ставить Хотя первая ещё более-менее Вторая это полный триндец Это очень близко И ну теперь я не знаю Как этой камеры Многие люди вообще играют в фифу Да, вот тут вот тоже голые видно Но не знаю Не по мне это С вами был здесь, Никита Увидимся с вами на днях Если этот ролик был полезен Обязательно напиши про это в комментариях Всем пока